Приветствую вас, уважаемые читатели портала GamerTV.ru, подписчики группы ВКонтакте, а также подписчики моего канала в YouTube. Так как возникает часто вопрос о том, как же организовать собственную трансляцию с игровой приставки или с компьютером, я решил сделать серию видео о том, как же все-таки осуществить эту мечту для некоторых и организовать собственный стрим. И первое видео, которое я сниму, которое я давно уже обещал своим подписчикам, как же организовано все у меня дома, все для трансляции. Ну, начну, конечно же, с компьютера, куда, собственно, передается картинка, обрабатывается. И затем идет на стрим, вот так это все выглядит. Здесь лежит мак, который я обычно беру с собой на диван, читаю ваши сообщения. Также набираю кучу текстов, на нем не один десяток, и даже, может быть, уже не сотня набрано. Дальше телевизор со всей остальной техникой. Здесь у меня идут колонки. АGBL. Дальше внизу под телевизором стоит ресивер Harman Kardon. Телевизор у меня LG. По-моему, 2009 года лучший телевизор, признан лучшим телевизором года. Под ним стоит Kinect от Xbox One. Джойстики. Здесь джойстик, вы видите, вдалеке от Xbox One, PS4, PS3. На колонке джойстик от Xbox 360. Для компьютера он подходит проводной. Там у меня куча дисков. Под столиком, вы видите, там идет блок питания для Xbox One. Трансформатор понижающего напряжения. Стойкость с дисками. И ни одна причем. У меня аудиодиски. Очень, кстати, раритетные некоторые есть. Дисков очень мало, в основном все. На цифру уже перехожу. Итак, здесь у меня сабвуфер, колонка. И смотрим самое интересное. Игровые приставки. Кроме, конечно же, PlayStation 4, которая очень хорошо вписалась рядом с ресивером. И я ничего не стал менять. Окей, поехали дальше. Игровые приставки. Здесь вы видите PlayStation 3 сверху. Снизу от нее Xbox One. Xbox One, так как я очень редко пользуюсь, так, конечно же, ставить нельзя. Я им в последнее время не пользуюсь. PlayStation 3 взял как раз для того, чтобы провести скотку GTA Online, на которой вы, наверное, присутствовали, и пройти The Last of Us. Как только я пройду The Last of Us, PlayStation 3 я обратно отдаю брату. В ней больше необходимости не будет, наверное, никогда. Дальше Xbox, как видите, стоит. Слимка. И здесь замечательное устройство. Вот оно. Сплиттер. HDMI сплиттер для того, чтобы бороться с маркетологами Sony по поводу вывода сигнала с PlayStation 3 и PlayStation 4. И, соответственно, бороться с защитой HDSP. Ну, а это устройство видеозахватов. Второе дублирующее. Я о нем расскажу в следующем видео. О том, как же все это подключить к компьютеру. И о том, как, собственно, стримить с игровых приставок. Ну, и я еще раз вам покажу все. С дальней перспективы. С другого угла. Ну, и, собственно, вот диван, на котором я сижу и стримлю для вас. Вот так все организовано, друзья. Если вы планируете стримить, то смотрите следующее видео о том, как все нужно подключить и начать стримить. До новых встреч. До следующего. До следующего выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok